ну что друзья хочу записать небольшой ролик как готовим плов ну или под вид его здесь полным ходом идет ремонт сильно заниматься готовкой никогда поэтому все параллельно будет а что из этого выйдет давайте посмотрим так нужно развести костерчик для казана но тут блин ветер такие вот палочки у нас брусочки фиг еще разожгешь так просто из-за ветра надеюсь разгорится вроде там что-то уже взялось дров хватает так возьмем хрящи их проварим прожарим сначала обжарим потом зирваке поварим и будет вкусненько только нужно тарелочку нарезать такие хорошие штучки 360 рублей у нас они стоят за килограмм так задействовать надо будет тарелочку почти грудинка главное хрящики сварить чтобы было хорошо потом нарежем лука смотрим что у нас костром красота все костер у нас горит сейчас маленько обгорит костер настроим подвесную систему для котелка чтоб поставить об кладем его немножко дровами пусть нагревается пять минут назад шел дождь сейчас он вроде прекратился казан пусть нагревается помаленьку потом маслица туда ливанем пусть она задымит и фиганем наше мясо нарезаем лук полукольцами бережем пальцы и морковь я про морковь вообще забыл лук обжарится и растворится его практически только будет давать привкус видно его не будет берем растительное масло грамм 150 200 добавляем масло вот так будет нормально масло прокалится сейчас задымит и мы сразу фиганем мясо ну вот пошел белый дымок с казана фигачим еще надо корочку позадавать что прям золотистая корочка потом мясо отойдет не будет сухой не будет жесткой опять пошел дождь а вон туча понятно значит с грядки лучок вот такой вот свежий чесночок только что из земли сейчас пойдем посмотрим морковку баллон пена у меня вчера взорвался тут ужас что было пойдет пятачками нарубить только много то что надо так ночью еще раз перемешиваем вот уже некоторые кусочки обжариваются но все равно не хватает температуры наверное костерчик на помощнее сделать так совсем осталось чуть-чуть мясо начало золотиться теперь добавляем лучок его тоже нужно с мясом слегка обжарить все сейчас его пару раз помешаем потом до добавим моркови а потом зальем водичкой посолим поперчим добавим приправы и пусть она бурлит под крышечкой огонь маленько раздвинем такая красота у нас получается такая вот маленькая морковка но мы уже урожай сняли который крупная а это у нас мелкая густо посаженная вот такими пятачками сейчас ее нарежем она растворится ее почти не будет заметно ну что уже сдалека пахнет жареным мясом поджаристым луком сейчас будем добавлять морковь и тоже немножко потушим добавляем морковки пятачками нарезанную но уже ее потушиваем маленько чуть-чуть обжарим уже не на таком сильном огне ну что друзья перемешаем нашу морковочку да кое-какая обжарилась ставим и заливаем мясо водичкой водичкой водичку приготовил потом добавим водички сейчас нормально уже уже можно солить и добавлять приправу сейчас закипит и начнем добавлять такой вот рис у нас стоит 100 рублей пачка сейчас мы откроем его надо обязательно промыть чтобы крахмалистости у него стало меньше и заливаем водой помешаем вот так вот видите сразу белая вода становится ее надо чтобы она стала чистая крахмал чтоб вымылся пусть маленько постекает ну вот более менее вода стала прозрачная с рисом разобрались берем пару пачек приправы и под 900 грамм риса немножко огонь раскидаем чтоб не так сильно кипела приправа для плова куркума барбарисик зира подготовим чеснок и соль солим ложку соли сейчас это все разойдется надо будет попробовать на соль зирвак должен быть чуть-чуть пересоленый я бы еще добавил и придется еще водички добавить потому что зирвак получился густой опустим наш чесночок вот так вот добавим чуть-чуть водички еще что все закипит потому что это свинина это не говядина не баранина которую надо очень долго жарить и варить свинина она мягче сейчас все закипит закинем рис и уже почти будет настаиваться готов наш зирвак аккуратненько высыпаем рис где-то полкило моркови полкило лука почти килограмм мяса столько же риса сколько мяса теперь вешаем на медленный огонь и закрываем крышечкой ну че как плов? нормально нормально вкусно? такой вот плов друзья получился домочадцы говорят что вкусно значит хорошо а всем пока с вами был Михалыч и удачи в нашей нелегкой жизни